Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационно-аналитическую программу. Время говорить итоги недели. Последняя полная неделя года уходит в историю. Скоро будет и Дед Мороз, и елки, и подарки. Ну а мы постараемся сделать короткое резюме истекающей семидневки. Главная тема этого выпуска. В конференции номер один губернатор Олег Ковалев провел масштабную встречу с журналистами. До свидания, Владыка. Рязанский митрополит Павел уезжает в Белоруссию. Как будут платить в сегодняшней программе комментарии по поводу пенсионной реформы? Встреча недели прошла во вторник в зале заседания регионального правительства. Губернатор Олег Ковалев дал большую пресс-конференцию по итогам уходящего года. Сегодня мы даем отчет о некоторых аспектах разговора, которые были, на наш взгляд, наиболее значимыми в встрече высокого начальства с журналистами. Ежегодная итоговая пресс-конференция губернатора Олега Ковалева продлилась более двух с половиной часов. За это время глава региона подробно ответил почти на три десятка вопросов. Журналисты интересовались, как выполняются так называемые майские указы президента. Олег Ковалев назвал недопустимую ситуацию, при которой руководители бюджетных учреждений получают зарплату в разы выше, чем их подчиненные. Мы увидели, что когда дали возможность самим бюджетным учреждениям устанавливать размеры заработной платы, зарплата административного пролинского персонала бюджетных учреждений выросла в разы. Придется эту проблему решать. Мы уже наметили ряд мер, и я думаю, что мы решим эту проблему с тем, чтобы зарплата руководителей, административного пролинского персонала наших бюджетных учреждений соотносилась с зарплатой конкретных работников, врачей, если это медучреждения, то врачей, если это педучреждения, то учителей и так далее. Одним из приоритетов в работе областного правительства Олег Ковалев по-прежнему считает борьбу с коррупционными схемами. Также глава региона коснулся темы мигрантов. По его мнению, сейчас власть не полностью контролирует процесс пребывания на территории региона, гастарбайтеров и стран ближнего зарубежья. Необходимо всех трудовых мигрантов переводить на патентную схему. Речь идет сейчас о том, чтобы перевести всех трудовых мигрантов на патентную систему. Не только у физических лиц, но и в малом бизнесе, если они работают, наемный труд используется, либо там, значит, в крупном бизнесе они работают, там, где используется наемный труд, тоже перевести на патенты. Право определять количество патентов, которые могут быть выданы, общее количество. Значит, патентов по тем или иным направлениям деятельности. Установление платы за патент будет, предполагается, отдать регионам. Не так давно в прессе появилась информация о проектах по застройке села Константинова. Олег Ковалев подтвердил, что планы развивать туристическую отрасль, конечно, есть. Однако глава региона сообщил, что не допустит хаотичной застройки родины Сергея Есенина. В завершении пресс-конференции Олега Ковалеву спросили, где он будет отмечать Новый год, на что губернатор ответил, что предпочитает встречать его в кругу своей семьи. На этой неделе стало известно, что в Рязани теперь новый верховный представитель православной церкви. Главой Рязанской епархии стал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин в миру Владимир Зарицкий. Он родился 12 сентября 1953 года в селе Стадульце Жмеринского района Винницкой области Украины. В семье рабочего в 2010 году был назначен епископом Пензенским и Кузнецким, а также впоследствии ректором Пензенской духовной семинарии. В сан митрополита Вениамин был возведен 1 августа 2012 года. На заседании 25 декабря 2013 года было принято решение о почислении на покой митрополита Филарета, который 35 лет возглавлял Минскую кафедру и был экзархом патриарха, то есть управляющим вместо патриарха на территории всей Беларуси. На вакантную Минскую кафедру был избран митрополит Павел, который в районе 10 лет занимал Рязанскую кафедру. На вакантную Рязанскую кафедру был назначен митрополит Вениамин, который долгое время был управляющим Пензенской епархией. Само перемещение епископа, так же как и перемещение священника, это практика православной церкви, которая насчитывает уже не одно столетие. Так бывает и просто для Рязани это не очень привычно. В этом страшного ничего нет. В этом проявляется такой термин, как церковная экономия, то есть домоустроительство. В конце концов, священный сенот для этого и нужен, для того, чтобы управлять всей церковью. А как уважаемые архипастори рассудили, так и мы, как паства Рязанская, принимаем в послушании нашему священному началью. Наш бывший владыка, отец Павел, теперь возглавит Минскую митрополию. В Пензе отца Вениамина сменил епископ Серафим. На собрании он высказался так. Вы, наверное, знаете, что у нас отчасти тоже как в армии. Когда священно начали принимать такие решения, оно никому не докладывает. Так что для меня это было неожиданно, да и сейчас я не могу прийти в себя. Так что везде субординации, выстроенная вертикаль власти даже у святых отцов. Порядок есть порядок. Так уж получилось, что главные темы сегодня представлены в виде комментариев. Очередной он на сущных вопросах для пенсионного большинства Великой Родины. Итак, на последнем заседании года Совет Федерации одобрил закон о пенсионной реформе. С 2015 года установлен новый порядок начисления пенсий. Далее в программе комментарии на пенсионную тему. Сегодня уже пакет документов по модернизации пенсионной системы, действующей сегодня, Государственной Думой принят. Эти законы находятся на подписью президента. В ближайшее время они, наверное, будут подписаны. В рамках этих законов, значит, внесли несколько изменений. Первое, то, что увеличили минимальный трудовой стаж, необходимый для получения права на пенсионное обеспечение при достижении возраста 55 женщин, 60 лет мужчина. Это с 5 до 15 лет. Но это будет сделано не одномоментно. То есть мы начнем повышать возраст с 1 января 2015 года. И его будем повышать за каждый год на один год. То есть в 2025 году вот этот минимальный трудовой стаж, он должен составить не менее 15 лет. Далее, если мы сегодня пенсионный капитал, который мы определяем для работающих граждан, чтобы когда-нибудь на пенсию мы имели возможность ему определить размер пенсии, определяли в рублях, то с 1 января 2015 года мы пенсионный капитал будем определять в так называемых индивидуальных пенсионных коэффициентах или баллах. То есть в процессе трудовой деятельности мы заработанные пенсионные права будем превращать не в рубли, от суммы страховых взносов, а будем превращать в баллы. Но здесь механизм определения баллов он несложный. То есть мы сумму страховых взносов, которые заработал гражданин в течение года, будем делить на максимальные страховые взносы, которые он мог бы заработать при максимальном заработке. И, соответственно, вот это количество баллов будем ему проставлять в его лицевом счете у нас в системе персонализированного учета. И так каждый год мы эти баллы ему будем просчитывать. И когда он будет выходить уже на пенсию, мы будем эти баллы складывать, умножать на стоимость этого балла в год выхода на пенсию. То есть если мы сегодня пенсионный капитал в рублях индексируем каждый год, что, конечно, для нашей системы тяжеловато, потому что объем большой, приходится обрабатывать информацией, а при наличии баллов здесь несколько легче, потому что мы баллов посчитали, а в рублях мы уже, когда человек будет выходить на пенсию, мы эти баллы переведем в рубли. Ну и, соответственно, второе требование, которое дает право на выход на пенсию, это чтобы у гражданина при достижении возраста вот это количество заработанных баллов было не менее 30. То есть если будет 29 баллов, а стаж, допустим, 20 лет, то права на выход на трудовую пенсию у гражданина не будет. У него право будет только на получение социальной пенсии. Но если он еще там дополнительно заработает эти баллы, то есть он выйдет только более в позднем возрасте. То есть тем самым, конечно, несколько будет решаться проблема увеличения возраста выхода на пенсию. Понятно, что 30 баллов – это порог, который, в принципе-то, человек не может заработать, если он всю жизнь будет трудиться на минимальной оплате труда. Но таких ситуаций практически нет у людей, потому что в каком-то жизненном промежутке времени уровень оплаты труда у него все равно когда-то увеличивается. Но мы просчитывали, то есть если гражданин имеет минимальную оплату труда в течение всей своей трудовой деятельности, это 30 лет как бы минимум, да, максимум, то он не выходит на эти 30 баллов. Вот ему в какой-то период надо все-таки находить более высокооплачиваемую работу. Ну или, соответственно, придется трудиться не 30 лет, допустим, а 33, 34 или 35. Ну и, конечно, поощрительные баллы будут присуждаться тем людям, которые при достижении 55-60 лет не будут обращаться с назначением пенсии, а будут продолжать трудиться. И вместо, допустим, заработанных 7 баллов мы им будем давать еще поощрительные баллы. Тем самым, если человек отработает 5 лет, то его пенсия увеличится на 40% по сравнению с той, которую он бы получал, если он отработает 8 лет, то почти в два раза. На этой неделе в Рязани стало меньше наркотиков и нелегальных мигрантов. Сотрудники ОФСКН провели очередную показательность сожжения вредоносной гадости, а полицейские выдворили за пределы области приезжих нарушителей российского законодательства. Об этом и не только в специальном проекте Глеба Галушкина «Неделя полицейских». На прошлых выходных на 176-м километре федеральной трассы Москва-Челябинск произошло страшное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли два человека, в том числе 11-летняя девочка. По предварительной информации инспекторов ГИБДД, водитель Мерседеса, ехавшего в направлении Рязани, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус». Сидевшая сзади 11-летняя дочь водителя в детском удерживающем устройстве вылетела из салона авто в кювет. Пока не установлено, была ли пристегнута девочка ремнями безопасности или сидела в детском кресле не пристегнутая. От полученных травм девочка, а также 25-летний пассажир Мерседеса, житель Краснодарского края, погибли на месте. Водитель Мерседеса с множественными травмами доставлен в областную клиническую больницу. В аварии также пострадали 24-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», житель города Москвы и его спутница, жительница Рыбновского района. С ушибами и ссадинами они также доставлялись в областную клиническую больницу. От более тяжелых травм их спасли сработавшие подушки безопасности. Сейчас дорожные полицейские выясняют обстоятельства этой автоварии. Пока инспекторы ГИБДД установили, что водитель Мерседеса ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Во вторник случилась еще одна трагедия, только теперь уже на производстве. На территории завода «Шинглаз», выпускающего гибкую черепицу, во время проведения работ по очистке битумного хранилища на рабочих обрушился сухой битум. Один узбекский рабочий погиб, еще двое получили травмы. По предварительным данным, во время проведения работ по очистке битумного хранилища на рабочих обрушился сухой битум. По данному факту, железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области в настоящее время организована и проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности. На этой неделе рязанские полицейские совместно с Федеральной службой судебных приставов выдворяли гастарбайтеров, нарушивших миграционные законы. На этот раз обратно на родину отправили 16 нелегалов. Это граждане Узбекистана, которые будут препровождены сотрудниками Федеральной службы судебных приставов и нашими сотрудниками до аэропорта Внуково. Далее они будут посажены на самолет и до дома. Кстати, по сравнению с прошлым годом, количество выдворяемых с территории Российской Федерации мигрантов выросло почти в 4 раза. Также рязанские полицейские накануне новогодних праздников проводят рейды по охране хвойных деревьев. На Солочинском посту ДПС инспекторы заезжали машину, в которой они обнаружили сразу три елки. Теперь предстоит установить, где владелец их срубил. Сотрудники ДПС на постоянной основе в преддвериях новогодних праздников проводят рейдные мероприятия на предмет пресечения незаконных вырубок и перевозки автотранспортом, хвойных пород деревьев автотранспортом. Вот и сегодня был выявлен такой факт, водителем автомобиля 10-й модели Жигулей в салоне перевозил три таких срубленных елки. Водитель и автомобиль задержаны, переданы в отдел полиции номер один по советскому округу города Рязани для принятия дальнейшего решения. Теперь за незаконную рубку хвойных лесов нарушителю грозит штраф в 3,5 тысячи рублей. На этой неделе, 26 декабря, сотрудники регионального управления госнаркоконтроля произвели последнюю в этом году ликвидацию вещественных доказательств. В данной партии находилось множество видов наркотиков, изъятых у осужденных в период с 2009 по 2013 годы. Сотрудниками управления наркоконтроля проведено плановое уничтожение вещественных доказательств по уголовным делам, которые рассмотрены судами Рязанской области в 2013 году. Таким образом были приведены в исполнение вступившие в силу приговоры районных судов Рязанской области в части ликвидации вещественных доказательств по 68 уголовным делам в отношении 72 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В данной партии находились наркотики 19 наименований, изъятые у осужденных в течение 2009-2013 годов. Это героин, марихуана, гашиш, дизаморфин и так далее. Наркополицейские сожгли почти 24 килограмма ядовитого зелья, а это более 35 тысяч разовых доз. В эфире информационно-аналитическая программа телекомпании «Город. Время говорит» и туге недели. Вот что будет во второй части. Чем пахнет праздник, не все рязанцы ощущают под Новый год запах елок и мандаринов. Как бы ни втюхали, под праздники рязанские полицейские проводят мероприятия по выявлению некачественных продуктов. Продолжаем программу. Перед Новым годом и непосредственно в праздник люди привыкли ждать чудес и приключений. Наверное, только у нас в России, матушки, народ загадывает одно желание. А хоть бы не было у нас никаких этих самых чудес и поменьше бы всяких приключений, и так все. То в одну сторону летит, то в обратную. А уж насчет сказок, мы впереди планеты всей. Вот не так давно пустили по Руси великий слух. Дескать, новый символ рубля утвердили тот самый «Р» с черточкой, теперь и сами деньги будут менять. Народ бросился скупать все, что не есть на прилавках. Надо и не надо. В этой связи в нашем эфире экспресс-интервью, записанное на этой неделе. Олег Николаевич, во-первых, с наступающим вас. Вас также, Павел Анатольевич. И наступающий год, как правило, привносит, так сказать, в народ определенные слухи, домыслы и вообще фантастические вещи. Вот сейчас у нас утвержден знак рубля. Да, это «Р» с черточкой. И народ сразу заволновался, зачем это сделано, народу-то непонятно. И пошли слухи, что будут менять деньги. Слухи такие, ну вот на чем они возникли, непонятно. Но отвечать на них приходится людям. Тем более тут Олимпиада подсуропила, как говорится. Вот пройдет Олимпиада и деньги все поменяют, чтобы окупить олимпийские, так сказать, затраты. Что вы по этому поводу сказали? Действительно, в обращении граждан, в ассоциации потребителей такой вопрос возникает. И здесь даже звонки есть из Рязанской области. Как вы думаете, как это может отразиться в будущем на ценообразовании, на потребительских кредитах? Люди обращаются. Ну, пришел человек позалить, а последний вопрос. Как вы думаете, деньги не будут менять? То есть, или это волна вот этих слухов вызвана тем, что кто-то хочет на этом заработать под Новый год, чтобы покупали больше телевизоров, иномарок или у кого денег побольше. То есть, вкладывали вклады в недвижимости. Или это действительно то, что публикация в центральной прессе о том, что ничего не произойдет на финансовых рынках. У нас всегда реакция обратная. И народ думает, что, коль говорят, ничего не будет, значит, что-то произойдет. Кому это выгодно? Распространение слухов. Я бы сказал, грязный маркетинговый ход, наверное, какой-то. Наверняка подобная ситуация есть и в этом. То, что сейчас в Рязанском обществе распространяются слухи о том, что завтра все поменяется. После Олимпиады у нас рубли будут совсем другого динаминала. Поэтому, я думаю, что надо верить в Россию, которая у нас динамично развивается. И быть цивилизованным современным потребителем. Смотреть телеканал «Город», на котором мы регулярно проводим такие просветительские головомойки, скажем так, для потребителей, чтобы больше люди знали о своих правах. Под Новый год наши граждане получают не только приятные сюрпризы и подарки. Так уж повелось у нас, чтобы жизнь медом не казалась. Вот и жители одного из домов на улице Стройкова обратились на этой неделе в нашу редакцию. Ну вот как хотите, а не пахнет в доме елочкой, а пахнет совсем-совсем другим. Наталья Новикова была на днях в печальном подъезде. Новый год уже совсем не за горами. Все ждут чудес, а в квартирах пахнет мандаринами и хвой. Но, как оказывается, далеко не во всех. А вот чудо наоборот. Пришлось бы здесь весьма кстати. В доме 65 на улице Стройкова на разлившаяся канализация со всеми вытекающими подробностями явно не добавляет праздничного настроения. У нас где-то примерно с 6-го числа, 6-го ноября, начал течь подъезд. Вообще-то это уже не первая ситуация, не первый раз за этот год. Мы звоним в аварийную службу, в водоканал, они друг на друга. Приезжают, прочищают, ничего не могу сказать. Но на сутки. Вчера прочищали, сегодня с утра уже потоп опять. Пришел вот в гости к знакомым. Пройти невозможно в подъезде. Запах. Черт, что тут проехать невозможно. На машине вода, грязь. Ужас, одним словом. Они сколько времени обращались, они приезжают, что-то прочищают. Куда, чего, не знаю. Вот видите, это все стоит от нашей канализации. Вдоль дома течет и по всей улице Стройкова от нас. В отношении коммунальных служб хочется сказать, только все плохо. Только все отрицательно. Когда бы мы не обратились в любой критической ситуации, чтобы они отреагировали с первого раза. Такого не бывает. Я убедительно прошу всех, кто может нам помочь. Это работники нашего дома управления. Это аварийные системы ЖКХ, которые приезжают, поширяют и уезжают. Вслед за ними вновь идут конституционные воды. В наш подъезд не войти и не выйти. Убедительно прошу вас, помогите нам, пожалуйста. Специалисты посоветовали жителям обратиться в Роспотребнадзор, работники которого придут, возьмут необходимые пробы и примут меры. Также можно попросить помощи у администрации города, которая наверняка решит проблему. А еще можно подождать Деда Мороза, который обязательно придет и починит злополучную канализацию. На уходящей неделе Рязанская Городская Дума провела последнее в году плановое общее заседание. Рассказывает Глеб Галушкин. Последнее заседание Рязанской Городской Думы нынешнего года получилось весьма насыщенным. Депутаты рассмотрели около 50 различных вопросов. Среди них утверждение программы приватизации муниципального имущества на 2014 год, организации раздельного сбора твердых бытовых отходов на территории города, а также вопрос о парковочных местах. Дело в том, что еще летом работники городской администрации обязаны были представить для обсуждения депутатам несколько вариантов проектов решения проблемы с парковками в Рязани. Кстати, недавно московские власти утвердили зону платной парковки в пределах всего Садового кольца. То есть теперь в центре столицы стоянка автомобилей стала платной. Эксперты полагают, что эта мера поможет решить многолетнюю проблему с парковочными местами. В Рязани же до сих пор депутаты Гордумы так и не получили от чиновников муниципалитета ни одного документа с вариантами решения парковочной проблемы областного центра. Глава города Андрей Кашаев попросил мэра Виталия Артемова разобраться и привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников в срывающих сроки. На днях рязанские полицейские провели проверку в некоторых городских супермаркетах. Правоохранитель выявляли просроченные продукты, которые неправедные торговцы так и норовят подсунуть нам, особенно под праздники. Затем, как проходила проверка, наблюдала Наталья Новикова. Казалось бы, в супермаркете все безопасно, проверено, сертифицировано. На каждый продукт есть гарантийный документ, проводятся регулярные проверки. Здесь должны дорожить каждым покупателям и не обманывать, как это делают на рынке. Но, к сожалению, здесь могут подсунуть просроченные продукты питания, которые обязаны утилизировать или сдавать в приюты для животных. Что же делать, чтобы не стать обладателем испорченного продукта? Конечно же, в первую очередь, внимательнее читать этикетку, обращать внимание на срок годности и дату изготовления. Скажите, пожалуйста, как вы продукты выбираете, на что ориентируетесь? Ну, во-первых, на качество, на цену, конечно. Вторым делом, ну и по качеству, и по товарному виду. А на срок годности смотрите? Это первым делом, безусловно. Срок годности смотрите? А как же, обязательно. Не попадалось некачественным продуктам в просроченном? Нет, не попадалось, не попадалось. На срок годности смотрите? Смотрю. Всегда смотрите? Да. Вчера в одном из рязанских супермаркетов полиции было проведено мероприятие по выявлению просроченных продуктов. Было выявлено печенье «Шарлиз» с истекшим сроком годности. За данное правонарушение будет составлен протокол административного правонарушения с наложением штрафа. К счастью, это всего лишь печенье, которое, скорее всего, просто невкусное, но им вряд ли можно отравиться. А ведь зачастую результаты проверок бывают куда менее утешительными. Так что будьте внимательнее. И особенно в предновогодней суматохе не покупайте к своему столу продукты, которые могут очень сильно подпортить вам ощущение праздника. Ну, хорошо бы, чтобы эта злосчастная пачка печенья была единственной неприятностью в наших праздничных отношениях с торговой сетью. Все мы люди, все хотим Нового года, волшебства и приятного застолья, чтобы потом не спрашивать у знакомых, а что вчера было. Хороших вам выходных уходящего 2013 года. Пройдут они и сразу наступят другие. С наступающим. И до встречи в эфире телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин